Ну, это, наверное, какие-то... Это евреи. Все, я только говорю, наверное, это какие-то одесские штуки. Это ж дом... Одесский мансер. Сколько? Сейчас начнем. Какие у нас цифры на радио? Онлайн. Radio-shark.sh И без интернета. Ну, и слава богу, нас никто не услышит, да? Тут вот как раз и наоборот. Тут еще и увидят. Доброе воскресное утро. Проходит 10-й международный кинофестиваль уже сегодня. Мы с Александром, как положено. Наконец-то сработала заставка Игла Абулат. Да, это такая. Так все, я тебя зовут, зовут. На третий день к нам в студию пришел Алексей Тритенко, актер театра и кино. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вообще дела? Как проходят эти жаркие дни в Одессе? Как это все? Как фестиваль уже? Несколько дней не дает покоя всем. Сейчас, подождите, Леша в Тетрис играет. Ну, ничего, пусть поиграет. Между прочим, не играю, а в игру. Это разные вещи. Так вот, как Одесский кинофестиваль в этом году? Одесский кинофестиваль всегда показателен тем, что это очень хорошо слаженная организация. И, ну, мне кажется, достаточно прекрасный выбор кинокартин, которые соискатели главных премий этого кинофестиваля. Которые попали в конкурсную программу. Да, в шорт-лист, которые прошли. И один из таких фильмов, который, во всем случае, я очень хочу посмотреть, это «До дома сегодня». Там снимался мой друг, Ахтем Ситаблаев. И я очень рад, что картина уже получила хорошие отзывы. И надеюсь, что сегодня я получу большую просмотр. В курсе, что вы дружите? Потому что я тоже так говорю, сейчас декабрь, но фильм вышел, мой друг, он с нас. Во-первых, у нас день рождения в один день. Поэтому мы всегда в 12 ночи, день рождения, да, позвоним и говорим, ну что, с днем рождения у нас. Там много очень людей, родилось 11 декабря. А ты выбрал именно с ним дружить. Какого? 81-го. Ну, 1980-го. Да гори же ты в аду. А я просто в том же году родился. Гори же ты в аду. Нет, не 91-го. А, пусть я сама одногодка есть. Все, это уже твой не первый фестиваль. Я без пропусков, по-моему, уже лет 6 или 7. Какое больше всего запомнилось? Предыдущий. Чем? Ну, потому что это были предыдущие. Предыдущий, потому что не пил. Нет, нет, нет. Кстати, я в этом смысле человек ответственный. Одесский кинофестиваль, это, в общем-то, скорее не тусовка такая, там, побухать, отдохнуть, а такой некий форум, хаб, где могут встретиться разные вообще, ну, кинопроизводители. Вот, хотя... Они теряются в той массе людей, которые приходят именно по... Ну, нет, нет, нет. На самом деле, просто да, действительно, вот в этом смысле Одесский кинофестиваль, возможно, немножечко отстает. Потому что, вот, я помню, на прошлом кинофестивале Алла Белая, продюсер, познакомила меня с двумя немцами. Это продюсер и один агент и режиссер. И о нем у нас завязался разговор не на немецком, а на немецком. И они говорят, ну, не можем понять, где актеры, где, ну, где... Где актеры, где, где... Нет, ну, тут несложно, по поедкам можно... Хотя и Басков и Киркор, а там непонятно. Ну, там как раз очевидно. А, но. Вот, и я, и действительно, очень мало, ну, как бы, попадает или приглашается. По сути, меня-то, в общем-то, никто никогда не звал на Одесский кинофестиваль. А, ты так идешь? То есть, проявляешь сам свою инициативу? Ну, да, конечно, вот. Опять же, в силу тех же обстоятельств, для того, чтобы, ну... Пообщаться? Да, пообщаться, обмен мнениями, ощущениями и так далее. Помнишь, ты мне говорила, что те абонементы никто не покупает? Да, нет. Есть люди, которые не покупают. И правильно делаю, и правильно делаю, потому что, действительно, кинофестиваль, это объединяет с разных стран. Это очень классно, что международно есть возможность обменяться опытом, вообще пообщаться и узнать, что нового в той или иной стране творится в киноиндустрии. Так, Алексей, у меня от сайта Думская вопрос. Кто мог подбирать костюмы на дворах школ? На самом деле, это произошло совершенно случайно и, действительно, началось с Одессы. Я собирался на какой-то, не помню точно, на позапрошлый, по-моему, кинофестиваль ехать сюда. И что-то там мой Сумокин, то ли я химчистку отдал, но не успевал его забрать и понял... То ли его постирали вместе с какой-то... Ну да, вместе с кроссовками, вот, не моими, вот. И, короче говоря, я запаниковал, подумал, ах, черт возьми, надо же что-то делать, потому что еще не время выходить голым на красную дорожку. Почему же нет? Ну, не моими. Может, под закрытием? Да, 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 да. Во-вторых, сразу видят рад он людям или нет? Ну, нет, ну, я-то уверен, что люди будут рады, даже бы скорую вызвал. Ну, не в этом суть. И я, потому что в экстренном порядке быстренько поехал, купил себе, ну, мне показалось свежий, по-моему, синий был. Не я, а госпитал. Ярко-синий. Да, 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 ярко-синий, вот. И потом, и потом как-то это затянуло меня, черт возьми. Я начал вот, ну... Почему не зеленый в этом году? Ну, нет, просто инспектор там остался. Уже синий был, красный был, теперь, ну, зеленый. Как светофорчик потом. Ну, да, да. Не такая большая цветовая гамма. Да, там всего семь цветов. Ну, да, и три спектра. Так что, ну, синий, красный и... Спасибо. И зеленый. Про ты Георгий Дилеев жаловался, что ему не в чем ходить больше. Ты забрал все наряды. Это правда. Я забрал у Жоры самое лучшее, небольшое место в его душе, где собираются все его друзья. Самое интересное, вот, если посмотреть, тогда действительно Георгий Дилеев и там, и Барский могли прийти в таком... Они, наверное, смотрели на тебя так, сзади. Не, они шли за ним и делали так, тюрю, тумба. Слушай, расскажи, почему ты решила именно стать актером? Это было не мое решение. Это еще в четвертом классе, совершенно случайно, классный руководитель, Вальчук Валентина Николаевна, сказал, в общем, сказал, у нас будет открытый урок. Ты, ты, ты? Да, она говорит, вот ты будешь играть в Голохвастово. Это первая роль, получается? Да, сразу главное. Ну, это очевидно. Вот, и все, я помню, мы, значит, показали отрывок, и была женщина из Горанол, такая, которая в конце, после того, как закончился урок, подошла, потрепала у меня за щеку и сказала, какой ты умничка. Вот, и после этого, как бы, моя карьера пошла на спад. И синяк, конечно, тоже, ну, начал наливаться. Ну, не в этом суть. Вот, и потом так вот, то есть, получается, я делал этот грустный подсчет, выходит, я занимаюсь этим, я имею в виду искусством, уже 27 лет. 91-й год, да, 27 лет. Говорят, что, чтобы стать профессионалом в том или ином, нужно заниматься больше 10 тысяч часов. То есть, если подсчитать, то этот рубеж уже пройден. Just like this. Yes. Роли сэмбол. Ты помнишь, что вы первую роль в кино? Роль именно в кино? Да. Да, конечно, помню. И, кстати, это было Ва-де-сен. Так. Есть у меня первая работа, ну, как, в клипе, самая первая, там, для видео, это я в клипе снялся, я потом покажу вам этот клип, вы будете, ну, наверное, даже плакать от смеха. А, это он у Билана был, ты только, ты только, ты, ты. О, нет, 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 нет. Там, мама моя, да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да-да. Ну, там, блестящая работа. Вот. А первое, в кино именно, это было в Одессе. Я тогда работал в русском театре, на греческой, актером, и меня пригласили на эпизодическую роль. Я помню, что я играл некого сыщика, который следит за домом, не в смысле, убирается там, а который следит, значит, за домом, и для конспирологии, значит, занимается с собачкой. Ну, как бы там, с собакой играется все, да. Я две недели ездил, знакомился с пёсиком, мы, значит, гуляли, выполняли команды. Ну, не то, что я... Принесли. Да. А порты я первый, как бы. И такой, идёт с палкой, бросит собаку. Нет, пицца. Нет, нет, нет. Дебаг, держим корм. Нет. Но в конечном итоге, как всегда, кино... Как всегда случается в кино, значит, в момент съёмки... Что-то происходит там? Нет, нет, нет. Режиссёр просто сказал, так, ну что, готовим этот эпизод, да-да-да. А что? А, сейчас это? Да, ладно, давайте без собаки. То есть, вся проделанная работа была сделана зря, а тут уже отработанные движения. Ну, мы с ним танец разучили с этим сон. Танец, причём сначала он вёл, потом я вёл. Ну, короче, это было... Под поддержкой. Это было лучше, ну, танго, степ, вот этот, ну, даб-степ. Это было не моё решение, это пёс сам предложил. А кино говорит, как это без собаки? И решёт, я говорю, давай сюда без Лёши. И что, в итоге получилось так, что... Вообще, без собаки я просто сидел с газетой и... Периодически поглаживаю... Не-не-не-не, берила это... Не-не-не. И, кстати, и в этот же день и второй урок кино настиг, когда моя роль схлопнулась ровно до двух кадров. Из там, из нескольких сцен. А потом сразу такой маленький... Да, мгновенно, да. То есть, я... Мелькнул? Да, да. Ну, говорят, что некоторые от этого мелькания даже немножечко потеряли зрение, потому что это было блестяще. Я блестяще. Заслал его в глаз. Конечно. Как ты подбираешь сценарий, выбираешь роли? Я не знаю. То есть, передложили сразу, да? Нет, не так. Я... Что-то, что у тебя было интересно сниматься? Там должна присутствовать хотя бы логика. Потому что есть очень часто там, например, на один... На один процесс как-то пришел сценарий с рабочим названием «Кипяток сердечных строй». О, хорош. Хорош название. У Шинского так последний альбом назвался. Ну, да. «Возвращение кипяток». Лопата зеленого цвета. То есть, есть огромное количество. И, в конечном итоге, конечно же, все телеканалы, они все равно должны набить контент, чтобы чем-то заполнять свои эфиры. И производится дохлён телесериалов, телемузыков. И, к сожалению, чаще всего это абсолютно идентичные истории. То есть, если это история на 4 серии, значит, там кто-то обязательно... Ну, вернее так, если на 20 серий, там и больше, значит, главная героиня, чаще всего главная героиня, именно на большие расстояния, главная героиня обязательно попадает в кому, обязательно выходит, да, естественно. Если 4 серии, это обязательно кто-то кого-то, ну, кого-то в самом начале убивает, потом это или расследуется, и потом все вот эти вот из золушки, в смысле из грязи в грязи, вот, ну, все этих полтора этих сюжета, так только там иногда стараются, а Альфред, а Валентинович... Ну, то есть, меняются только имена, а в сути... Да, 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 да. И поэтому это всё такое очень, ну, это утомительно. И только от того, что, ну, там, в принципе... Поэтому для меня ключевым является, конечно же, в первую очередь, даже не сколько сценарий, сколько личность режиссёра, насколько он договороспособный, потому что, ну, это всё равно всегда совместный труд, вот. Даже если, ну, режиссёр как бы человек открытый, и он чувствует, что ты к нему открыт, из любого сценария можно сделать пулю. А что для тебя конкретно, ну, есть разница между спектаклями и фильмами? Да, конечно. Что для тебя, чем отличается это? Ну, довольно просто объяснить. Это как ситуация в том, что кино, есть дубли, но зато это, ну, максимальный клоус-ап. То есть, это ты вот прямо сидишь вот возле ресницы зрителя. И, как бы, любая попытка где-то солгать или, ну, не быть достоверным, зритель мгновенно это понимает. А в театре это тот случай, когда у тебя есть очень-очень взрослое и серьёзное испытание. То есть, ты должен в течение спектакля, у тебя есть только один дубль, и он должен быть идеальный. То есть, блестящая работа обязана быть. В противном случае, ну, зритель может даже начать уходить из театра громко, очень часто громко хлопая дверьми. Очень этот бескультурный жест, мол, шума. И сразу чувствуется, да? Нет, сразу приходится опять, то есть, как бы, да, четвёрочка, примите, да. С левой стороны выходит, ага, тот, что гремёл. Да-да-да-да, в лоп и в колено. Помнишь день, когда ты проснулся, помнишь, ты узнаваешь, после какой-то роли был? О, я всегда говорил, что я так часто пораньше ложился спать, ну, завтрашнее утро просыпаться, ну, уже известным, да. Вот, и чем чаще я этого ожидал, тем дольше это не приходило. И, ну, в общем, всё классика. Как только ты это опускаешь, каким-то образом это происходит. Ну, всё равно это, вот тут вообще никаких закономерностей нет. То есть, это абсолютный, я не знаю, случай. Первый автограф, который попросили. Не, ну, первый автограф, это так, я помню... Соседи брали. Когда паспорт получал, понятное дело. Да, да-да, причём сразу и в графе «женат». Нет, на самом деле, первый раз, я помню, когда меня первый раз узнали, это была очень интересная история, это был день, мы решили с моим другом, с коллегой, значит, с Димой Суржиком выпить днём. Ну, просто, потому что такое настроение. Да, и вот, значит, он пошёл, ну, это было на заре, не на заре дня, а в смысле на заре нашей творческой карьеры. Вот, и он пошёл, значит, выбирать алкоголь, а я вот стою в этом, в отделе, и у меня дилемма «Бычки в томате» или «Килька». И вот я стою, вот эту проблему решаю, подходит мужчина и говорит, «Здравствуйте, а вы актёр?» «Нет». Говорит, «А это же вы, Яша, играете в «Вишнёвом саду» на левом берегу». Это было поразительно. Ну, во-первых, всегда… «Вы играли сразу эти палки, всё…» «И гадайте роллы». Нет, нет, он – да, нет, ну, как это, «Кильку из рук, кто я после этого». Вот, и вот, ну, и вообще, на самом деле, действительно очень приятно, когда подходят люди благополучие, особенно за театральные работы, и это, ну, это означает, что ты, ну, что ты правильно движешься. «А вот критику в свой адрес читаешь, ну, как воспринимаешь?» «Легко». «Ну, заблокировать». «Не-не-не, на самом деле, я, наверное, как любой адекватный человек, любую конструктивную критику я, конечно, воспринимаю. А самое страшное, я действительно, я катастрофический критик для самого себя. Я вот, ну, я презираю всё, что я делаю, потому что я знаю, что…» «Как можно, что…» «Что мной руководило, я знаю, что мне мешало, что этот, и меня это бесит всегда, я поэтому я практически, ну, никогда, ну, то есть, я никогда не смотрю там свои работы или, не дай бог, не пересматриваю». «Пересхищаюсь, да?» «Ну, это…» «Просто спирит с тем, что плохо, если не смотрится». «Нет, оно, это исполнено блестяще, но…» «Так, на чём я остановился?» «На…» «У тебя…» «Да, Роуз, слушай, сейчас принесут, и кальян». «У тебя 63 актерские работы, мы считали, сидели сбоку отца». «Ну, чуть больше». «Больше?» «Да, там просто не все учитаны, там…» «63, которые вышли в свет, а есть некоторые, которые ещё не закончили». «Нет, их ещё больше, там где-то 70 с чем-то, потому что, ну, есть многие, которые…» «Не все можно показать?» «Да нет, не все…» «Учтены, да?» «Да, то есть, это я как-то начинал их, ну, как-то…» «Систематизировали?» «Да, да, и…» «Чё-то эти все списки потерялись, надо будет, конечно, как-то восстановить…» «А вот для тебя, какая роль самая, мне кажется, твоя?» «То, что ты вот чувствуешь, что твоё…» «Вот ты сыграл и кайфуешь. Вот это моя любимая роль, на данный момент». «Практически любая роль в театре. Ну, потому что это…» «В кино?» «В кино?» «Не знаю, мне…» «Ну…» «Не знаю, нет». «А какую бы роль хотел бы сыграть?» «У которой будет в этот момент…» «Актуально?» «Ну, нет, у которой будет в этот момент…» «Знаете, как обычно актёры, ну, во всём случае неплохие, они всегда стараются играть то, что…» «Ты играешь комедию, комедию, комедию…» «И вот всегда хочется делать какую-то драму, да…» «Или наоборот, есть там актёры, которые тоже заложены эти драмы, драмы, там…» «Актриса плачет…» «Из проекта в проект она должна реветь, тарата, тарата…» «Можно получить нервный срыв…» «Вот…» «Поэтому хочется какой-то комедии, легкости…» «Хотя на самом деле комедия – это самый тяжелый жанр…» «Вот…» «И поэтому всякий раз это…» «Приятно, когда, например, твои друзья предлагают тебе сыграть что-то, что…» «Вот вообще, как бы, не то, что…» «Ну, там, наоборот…» «А вот то, что, как бы…» «Ну, как-то…» «Как-то, ну…» «Даже ты себе не предполагаешь, что…» «Ну…» «С предыдущими ролями…» «Ну, вообще, да…» «Да, да, да, да…» «Это всегда приятно…» «Вот этот челлендж…» «Ну, например, я должен был…» «Ну, я пробовал, в общем случае…» «Вот крутый…» «19-18 был прокатный…» «Я пробовался, значит, на 60-ти двухлетнего генерала…» «Мы сделали грим…» «Пробы грима…» «Всё…» «Мне вот этот челлендж был очень интересен…» «То есть…» «Примерить на себя генераль…» «Нет…» «То есть сыграть 62-летнего человека, будучи 21-летним молодым…» «То есть примерить возраст…» «Ну да…» «И сделать это настолько достоверно, чтобы ни у кого не возникло претензий, сомнений…» «Ну, кроме, конечно, хейтеров…» «Это всё-таки…» «Это всё-таки уважение…» «Что у тебя из ближайшего выходит?» «Это провокационный вопрос…» «Я очень интересую себя как зритель…» «Выходит…» «Вот приняло Госкино…» «Тарас Ткаченко…» «Режиссёр этого фильма «Гнездо в горлоте…» «Вот он снял картину «Чёрный ворон» по Басарю Шкляру…» «Вот…» «Госкино приняло…» «Я слышал…» «Мне вот уже…» «Мы как раз на кинофестивале увиделись…» «С несколькими членами приёмной комиссии…» «И сказали, что очень неплохая достоверная работа…» «Вот…» «Поэтому…» «Я надеюсь…» «Там разные даты…» «Я как бы не хочу апеллировать, потому что я не знаю…» «Но вот…» «Ну, что в этом году в любом случае…» «Вот…» «Осенью, может быть…» «Может в конце лета…» «Может в самом начале…» «Ну, короче, я не знаю…» «Да, да…» «Вот где-то вот…» «Все у тебя логично…» «Кого ты там играешь?» «Я там играю Птицына, начальника ГПУ…» «Который, в общем-то…» «Делает всё для того, чтобы…» «Украинских…» «Атаманов…» «Которые…» «Будучи таким партизанским этим…» «Отрядом…» «Боролись за незалежность Украины…» «И…» «Я…» «Мне присылают из Москвы…» «Такого прямо…» «Лютого…» «Такого человечка…» «Который…» «Ну, в общем…» «На стороном решительно теперь…» «Лютый – это из девятой роты, да?» «Нет…» «Не-не-не…» «Лютый, кстати…» «Это тоже моя роль…» «Тоже была позавчера презентация…» «Сериал…» «Ато байки…» «Комедия…» «Прато…» «Военные…» «Слава Богу…» «Я очень рад этому…» «Военные очень хорошо оценили…» «Сказали…» «Это своевременно…» «Это смешно…» «Это классно…» «Это очень…» «Но переживания были все-таки…» «Но меня не шутят…» «Сколько длили съемки…» «Вот этого последнего проекта?» «Чон и Ворон?» «Да» «Это…» «Было, по-моему…» «Ну…» «Получилось как…» «Это было…» «Вся…» «Ну…» «По-моему…» «С октября…» «До декабря…» «Потом…» «К сожалению…» «Ну…» «Не успели доснять кусок…» «Потому что…» «Ну…» «Погода…» «Слизко много уже было снега…» «Не…» 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 «Не-не-не…» «Вот что-вот, что мобильный не садился…» «Он… ну…» «Не присаживался даже…» «Все было в порядке…» «В什 3.0» «Имли досняли несколько…» «Там… тоже ключевых сцен…» «Потому что « sheriff» был не тот режим…» «Ител…» «Вот мы еще в…» «Эфис крышка…» «Дай бог памяти…» «В…в… в… 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 в…» «… в… в апреле, по-моему…» «Досняли еще там…» «Ну..» «Полгода точно…» Где проходили съемки? Съемки проходили и в Черкасской области, и там под Киевом, ну, и на территории Лавры. То есть, это будет, ну, я вам так скажу, я за 17 лет в искусстве, в смысле в кино, я как-то, ну, вообще редко вот с таким ожиданием относился к картине. И это жду с большим нетерпением. Мне кажется, что она должна, потому что я посмотрел, ну, когда озвучка была, вот, и я посмотрел куски, и я понял, что она строит, она, ну, то есть, это драматургия, честная работа, которая, ну, к сожалению, пока что этим страдает наш украинский кинематограф, тем, что, во-первых, все, кто приходят, режиссеры, значит, кто дорывается до полного метра, все сразу, мгновенно становятся параджановыми. Все сразу, сразу что-то сделать такое, а я вот хочу сделать немыслимое. На что я всегда говорю, ребята, сделайте хотя бы один раз нормальную коммерцию, вот достойную, на которую коммерцию, на которую придет и 16-летний подросток с, там, попкорном, и 80-летний старик, который... Бед попкорном. С попкорном и, конечно же, со старушкой. Вот, ну, то есть, сделайте что-то, что, ну, принесет нормальный, ну, результат. А все сразу начинают, а вот, а, а, длинные планы, а обязательно что, Карпаты? То есть выпей, Андрей, да? Ну, абсолютно верно. Ну, поэтому это все, ну, мне кажется, это неправильно. И от этого страдает, собственно говоря, кино. Потому что, что ни глянешь, там есть, а, там недочетик. Ну, тут мы имеем в виду. Ну, там, ну, это понятно. Там, да, дома и зрители. Да. Взять какую-то линию просто вводные персонажи, которые ничем не заканчиваются, потому что там в течение, во время съемки решили что-то поменять, что-то отменить. И получается, ну, и получается, а зритель растерян. Зритель растерян. Он думает, что происходит. Черт возьми, да, вы поддерживаете украинские... Да, мы не поддерживаете на украинские картины. Ну, черт возьми, перестаньте нас... Ну, перестаньте там дожить пылом. Хорошо, а вот ты думал снять свой акидор? Я снял. У меня есть дебютная режиссерская работа. Полный метр? Нет, короткий метр. Вот. И пока что есть еще идея второго короткого метра. А полный метр... Пока нет истории. Ну, а если будет история, я думаю, я, наверное, конечно, с удовольствием. Потому что это я понял, что это мое. Это мое, потому что когда мы сняли, снимали короткий метр, ну, вот эту первую картину, письма, письма к акценту... Ну, какой... Нет, это же... Это же ты не стоишь и занимаешься кайфом. Ну, понятно. Это то ощущение, которое приходит сразу в конце съемочного дня. Вот когда ты снялся, и понимаешь, что черт возьми, ну, ведь... Ну, потому что есть одно... Я очень люблю, я понимаю артистов, актеров, да, и я знаю, как, ну... И актеры были безумно, безумно искренне благодарны и сказали, брат, ну, всегда, когда этот, ну, я здесь, я потому что, ну... Я знаю, что, как надо и что... Ну, потому что был на месте актера, и... И внутри. И ты понимаешь... Ну, естественно. Я, например, ничего не показывал, ну, принципиально. Меня всегда бесит, когда режиссер начинает что-то, типа... Так, ну, а особенно, когда еще такие игрули, они еще... Ну, и ты тут такой говоришь... О, слушайте, а это... Я говорю, алло, уважаемый... Ну, что ты сыграешь? Алло, уважаемый, ну, я же не ставлю вместо тебя, ну, кадр. Давай, ну, не надо грязными ножками по чужой ролике ходиться. Говорю, это моя работа, я ее люблю очень. Не надо ее делать за меня. И, ну, там... И так его играют. Понимаешь меня? Ну, да, мне, я говорю... Причем, ну, понятно, самолюбие ведро, и были, которые... Ну, вот вообще-то, я говорю, да, пожалуйста, и дай вот, ну, показательные выступления. Именно, причем, ну, дословно копирую. Ой, ну, ты понимаешь меня? Ой, это, это, с ручками, это, я говорю, вот так ты хочешь? Ты теперь понимаешь, что это нелепо? Не, ну, надо твоей органике. Я говорю, так пусть это и будет моя органика. Перед считанием, ну, пытаться мне навязать свою. Ну, и, ну, в общем, там целый спектр. Поэтому режиссер, я всегда говорю, режиссер должен сказать, что играть. А как, это уже моя работа, это моя ответственность. Как я это, ну... Ну, не зря же взяли актеров, не зря он прошел все отборы и... Ну, так бывает по-разному. Режиссер на середине фильма дает, по-моему, зря. Бывает, да и зря, в принципе, люди в профессию приходят. Ну, по-разному, конечно, бывает, что поделаешь. Ты во время съемок приедешь к себе, вот, когда там сняли несколько дублей одной сцены? Да. Ты пересматриваешь их со режиссера? Ну, да. И режиссер говорит, Леша, было. А ты говоришь, нет, я хочу переделать. Если позволяет время, и потому что... Вот, например, как раз на картине «Черный ворон» у нас была такая возможность, и я безумно за это благодарен Тарасу Ткаченко, потому что, ну, у нас действительно была возможность, у нас была выработка, я не знаю, наверное, минуты три-четыре. Ну, а для сравнения, сериальная выработка в день – это 12-15 минут. Ну, уже до финального материала, да. Да, поэтому, когда у тебя три минуты выработка, ну, есть время для творчества, и, собственно говоря, благодаря этому и случаются такие картины. То есть, они получаются в конечном итоге. Они имеют какую-то достойную, прокатную историю и так далее. Есть какой-то у тебя определенный ритуал, перед тем, как ты выходишь на сцену, там, в театр, или вот выходишь в кадр? В кадр? Ну, типа, там, хлопнуть оператором. Ну, не знаю, себя как-нибудь там взбодрить, да, что-нибудь такое. Я в этом смысле тоже, опять же, все опыт. Давно живу, давно работаю. Вот, да, одно время в театре я, значит, ну, когда заходил на сцену, ну, перед тем, как уже выходить на сцену. Попасть в очи. В спектакле, да. То есть, я поднимался там на левом берегу драмы и комедии, и там, ну, в подвале, как бы, гримерки, и надо подняться. Вот, я поднимался, и я всегда, ну, чтобы зайти на сцену с левой ноги. Ну, а потом, что-то я опаздывал буквально за пять минут до спектакля, прилетел, пока загримировался, да, выбежал, а в конце спектакля думаю, ёлка, палашка. Мне кажется, что все-таки с левой, потому что это уже привычка. Не-не-не, там просто такое нечетное количество ступенек, и там очень сложно попасть, там ты... Я думаю, знаешь, я знаю. Да-да-да, поворотик, в общем, короче, очень этот. И я потом понял, что, и как, это, опять же, когда там есть такая, якобы, некая традиция, если падает сценарий, и на пол, то, значит, надо присесть на нее, вместе, значит, ну, придерживая рукой, поднять. Так вот, как сказал один мой друг, он сказал, негоже пятой точкой и садиться на драматургию. Ну, когда фильмы снимают, все-таки тарелку разбивают, как положено. Да, честно, это, да, это... Да, у меня тоже, у меня, я, может, потом покажу ролик, у нас вот буквально мы зимой, да, за там, за две недели до нового года снимали там четыре серии, и били тарелку, три раза пытались разбить, и только на четвертый раз разбили. Ну, на самом деле, там есть, да, поверишь, что если не разобьется эта тарелка, то будет куча проблем. Ну, проблемы были, но они всегда бывают, ну, как это, в процентном соотношении ненамного больше, чем, как правило. У нас есть такая игра, называется «Да или нет?» Я тебе задаю коробки вопросов, это бы старший час был у тебя, скажу, нет. Спасибо. Когда-то игры смотрели? Да. У себя. Да. Просыпался в чудесном месте. Выходил из дома, не почистил зубы. Всегда. Дел комплименты человеку, который тебе не нравится, кроме меня на открытии кинофестиваля. Ну... Не хочется лукавить. Да, окей. Ну, это было скорее ровнее, чем комплименты. Выступал для неблагодарной публики? Да, детка. Секс на первом свидании? Ну, трижды да. Она все не уходила? Нет, ну, во-первых, это нормально. Люди адекватные всегда должны понимать, что вообще я считаю, что все отношения, любые отношения... Да нет, любые отношения строятся в первую очередь на сексе. Большая ошибка у людей, которые... Так, ну, надо сначала почувствовать. Секс после свадьбы. Вот это расстрел. Ну, секс после свадьбы и все. А потом ты после свадьбы... Что я вляпываю? Вроде чего я сто кому-то... Чего? А и женская сторона тоже бывает, типа, вот это хрестоматийное. И все хрестоматийное. А как же я? Ну, поэтому... Это взаимодействует. А ты один в комнате сидишь и говоришь, я не думал, что ты придешь. Да, я не думал, что эти голоса снова начнут мне слышаться. Секс в необычном месте. О, да. О, да, да, да. Пьяный на сцене. Пьяный на сцене? Ну, да. Вот что мне? Самое необычное место, где тебе приходилось выступать или сниматься? Сейчас... Самое необычное... Значит, это... Все, 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 все. Дальше. Да, да, да. Нет, ну... Было масса странных о... Странных сцен. И вообще, ну, когда там, например, сыграть в коровнике сцену любви, там... С коровой. Ну, обижаешь. С бычком. В смысле, с бычком, ну, с окурком. Да, да, да. На сцену, да? Ну, конечно, на виллах. Чаще смотришь фильмы в кино или дома? Дома, конечно. А рекомендуешь смотреть в дубляже или в оригинале, если человек знает язык? То исключительно в оригинале, если знает язык. И вообще, это единственный, кстати, способ овладеть, ну, плюс-минус достойным языком. Может, даже с субтитрами, если бы... Лучше... Вот, нет. Субтитры с бывами. Конечно. Они все равно отвлекают тебя, да. Они отвлекают тебя, то есть... Я иногда делаю, ну, делаю просто, вот, например, там, какой-то, ну, грубо говоря, сериал «Друзи», да? Да. Ты смотришь серию, и после этого включаешь мгновенно ее же еще раз. Ну, только ты уже слышишь, ну, только без субтитров, без ничего, на оригинальном месте, и все. То есть, ты, в принципе, понимаешь, что происходит. Ты дословно знаешь, что, даже что говорится и что происходит, но только тебе это приходит именно, ну, в... Ну, на подсознание туда. Ты сразу раз, и это все воспринимаешь. У меня на Николай Бабрякова вышел фильм, мультик «Ранга» или «Ринга». Там, где... Не, ящерица там, где играет. Джонни Депп ее озвучивает. «Ринга», по-моему, что такое. В общем, я говорю товарищу, слушай, в кино надо что-то пойти? Он говорит, давай пойдем на этот фильм «Ринга». Я говорю, ну, это же мультик. Он говорит, ну, и что, я хочу посмотреть. Я говорю, а из-за чего? Он говорит, ну, его Джонни Депп озвучивал. Он же будет идти в переводе, в дубле «Ж» на украинском. Он говорит, ну, и что? Я говорю, то есть тебе просто приятно, что ты знаешь, что где-то он там есть. Не, ну, что, например, вот я знаю Тома Круза в Украине исключительно озвучивает. А один Андрей Саминин, это мой, да. Тоже, ну, то есть, причем его реально Том Круз утверждал. Была какая-то картина, отсылали набор голосов, да, и он отобрал вот Андрюху, и он теперь с какого-то года вот только он озвучивает. Три самые красивые актрисы мирового кино. Аскарлетт Йоханссон, Моника Белуччи и Сальма. Все, ангелина Телли прошла, есть? Все, сняли. Три самых крутых актера. Ой, это просто, это «Золотая троица». Низан, Альбачино и Де Ниро. Абсолютно худший фильм, который ты когда-либо видел. Я бы этот ящик Пандора не вскрывал. Если он не совпадает с тем, которым ты снялся. Да я поверю, у меня тоже есть, ну, добрый десяток картин, которые я хотел бы, чтобы не только никто не видел, а чтобы они сгорели, ну, еще на стадии, как бы там, ну, готовки. Последнее, что включил, думаешь, что фу, я не досмотрел даже. Это будет некорректно, потому что это было из списка, да, на номинантов на «Дзигу», а я как киноакадемик, ну, тоже принимал участие в отборе. Так, хорошо. Лучший режиссер в «Здоровье человечество»? Спилберг. Спилберг. Какой фильм? Любой. Любой. Топ-5 фильмов, которые ты посмотрел с последнего. Можешь порекомендовать? Топ-5 могу порекомендовать. Ну, опять же, значит, это «Дзигу», украинская картина, которая блестяще просто исполнена. Дальше. Очень интересная работа «Человек, который удивил всех». Это «Цыганковым». И потом, дальше. С «Цыгановым». С «Цыгановым», да. Дальше картина «Рейх». Это, господи, он получил режиссер «Оскара», получил филоричного. Ты не понимаешь, чем она всем понравилась. Я ее смотрел, смотрел, думаю, ну и что здесь? А мне, мне понравилось, для меня вот очень большой эффект производит, когда даже вот такая, скажем так, возможно, намеренно замедленное развитие события, но туда вписано фантастическим, прямо химическим каким-то творческим образом вписаны такие планы, такие, что это такое количество подробностей и мелочей, которые мне, как зрителю, дают зацепы. И я шел с режиссером, ну то есть я смотрел, я понимал, что мне, какие вещи открывать. И я это разгадывал. Ну, это основная задача режиссера, потому что, и это, опять же, снова-таки огромная проблема наших украинских кинематографистов, потому что они все хотят все-все-все рассказать, быть умнее всех, а зритель не любит. Ну, зритель, тогда публика чувствует себя дурой. Все правильно. Так нет, зритель хочет, хочет и обязан разгадывать. Зритель хочет быть Шерлоком Холмсом. Он хочет понять, подожди, сейчас, по-моему, а потом ты раз, делаешь разворот какой-то драматургический, и он, чёрт возьми, я был уверен, что, ну вот, это... Убийство проводится. Да, ну да, да, и зритель от этого получает эмоциональное потрясение, и, естественно, картина у него вызывает положительные эмоции. Ну, то есть... Так, раз, два, три, уже, да, три? Да. Ещё, пожалуй, это будет сериал «Чернобыль». Так, идём. И я бы ещё посоветовал, знаете, что посмотреть, сейчас, 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 сейчас... А, я бы ещё посоветовал обязательно сходить в кинотеатры на «Чёрного ворона». Это да. И всё посоветовал правильно. Согласен ли ты с тем, что сейчас сериалы набрали такую популярность, что они зачастую качественнее, интереснее и круче, чем кино «Он и Метро»? В смысле, мировые? Да. Да, конечно. Ну, это, во-первых, конечно же, это началось с этой новой эры Netflix, который, собственно, и, ну, разрушил весь рынок, перевернул его и, ну, и вообще сломал к чёртовой матери. Вот. И это правильно, это потому, что, ну, они действительно сломали стереотипы и вообще как-то форма уклад вообще всех взаимоотношений производителей кино и его потребителей. Вот. И, по сути, это правильно. Ну, и действительно сейчас самые высокооплачиваемые артисты – это артёры, которые играют в сериалах. Вот. Ну, в общем, не в этом дело. Суть в том, что зрителю нравится иметь возможность, ну, сэрить за. Да, то есть, да, зритель получает удовольствие от, да, такого, там, двухчасового удара, если это герой Марвел. Да. То есть, я, например, вот на втором Дэдпуле, на примерном показе, клянусь, я в середине фильма впервые в жизни, ну, попросил пощады. Я просил пощады, потому что у меня не просто болел живот, я, ну, я настолько смеялся, это было настолько, это настолько, это настолько блестяще написано, это просто набором таких толковых и ироничных авторов сделано. Ну, и опять же, простебать самих себя, индустрию, всё на свете простебать и, ну, и при этом, ну, выйти в путь. Ну, да, и сделать на уровне это всё. Это просто, это, это просто вот, ну, я же говорю, я, правда, я настолько смеялся, что я думаю, ну, дайте же, ну, хотя бы 15 минут перерыв, ну, ну, реально, ну, судорога сводила на живот от смеха. Это, вот это круто, вот это, вот это круто. То есть, и зритель, да, зритель нравится такие удары, то есть, два часа, он выходит эмоции, ощущения, но... И в то же время ему нужно как-то... Да, но время, сейчас такое, как бы, ну, да, современное, современное это, вот все эти ощущения, всё стало максимально быстро. Всё новость, ну, которая ещё там лет пять назад могла шуметь две недели, да господи. Сейчас забыли. Сейчас бы Монику Белуччи, это бы отжили бы, я не знаю, за... Ой, господи, Моника Белуччи... Моника Левинский. Левинский. С этим... С Трампом. С Трампом. Нет, она сейчас с Трампом была. С Клинтом. С Клинтом, да. Это за полторы... Да, за полтора дня бы. Отшумели и забыли, как сразу. Не, ну, мэмчики ещё походили месяцов. Ну, мэмчики, ну, так, ну, так. Ну, то есть, это... Сплывали уже. Да, да. То есть, сейчас такая смена всех информационного поля, и это и тренирует всех. Абсолютно. Ну, то есть, я, опять же, я обращаю внимание, какое количество людей ушло в Ютуб. И это, ну, это лишь подтверждение того, что, ну, это ускоренная формула. То есть, опять же, главное, вот, опять же, то, что сделали Netflix, они сказали, есть, ну, то есть, есть всё время доступ. Ты принимаешь решение, смотри или не смотри. Ну, это переворот, действительно. Да, и всё. И как бы, ну, и от этого выиграли все. Ну, возможно, только кроме... Как смотришь сериалы? Один, когда выходит весь сезон, ты ждёшь? Или по серии? Спасибо. Театр или кино? А вот это, да. Вот. Выборов, я придам одно или второе, а это невозможно. Как ты можешь охарактеризоваться в двух словах? Потрясающе талантлив. Потрясающе. В любом деле... Потрясающе талантлив. В любом деле, есть переломные моменты, какие были у тебя? Я весь паломан. В чём плюсы и минусы жизни узнаваемого популярного артиста? Минусы довольно быстро устаешь от людей. Я имею в виду в целом. То есть, не от тех, кто там узнаёт. Не от нас. Спасибо. Почувствую. Нет. В самом деле. Просто, ну, есть момент, когда ты... То есть, я всегда говорю, что вот там... А, ты... Сколько там... Например, можете себе представить, я приехал на 75 лет там у своей школы. Ну, и там, ну, вплоть до... Так, седьмой Б отфотографировался. Отходим. Так, седьмой... Восьмой А пошёл, да. А там кто-то... А, можно расставаться. Ну, то есть, ты, в принципе... Ну, в принципе, как бы, ну, дословно размножаешься на миллиарды, да, фотографий. Но я всегда говорю, что вот это фотографирование, узнаваемость, это входит всё в стоимость ёмочного дня. Да. Ну, это не я сказал. Это сказал один тоже мой коллега замечательный. Это всё входит в стоимость. И поэтому, слава Богу, слава Богу, в подавляющем большинстве случаев это всегда, ну, открытые, очень приятные эмоции. Люди, как бы, благодарят, узнают. Вот. А я же говорю, а, ну, но не то, что не подходит, ну, не то, что не подходит, в смысле негативная сторона, это то, что вот, ну, ты какой-то момент в целом, вот, от любви, то есть хочется немножко так схлопнуться и, ну, да, посозидать внутрь, внутрь себя. Да, но не все это могут, кстати, принять и, там, и вот. Не все хотят просто заниматься. Не-не-не, там-то и дело. Тут не надо этим заниматься. Ну, то есть, ты такой расхлопываешься, они, как бы, это что такое, почему тебе не дозвонят, что это, что происходит. Ну, а так, ну, и как объяснить, что, ну, я никого не хочу. Ну, то есть, это не того, что я такой, ну, ну, пафосный или этот. Просто есть, хочешь, ты никого не хочешь. Да, нет, это, в том-то и дело, это не просто, это созидание внутрь себя. С себя. Да, не наружу, а внутрь, чтобы понять, кто, что, какие-то вещи отбить, что-то, ну, что-то принять, что-то от чего-то сказаться. Собрать возле скучи. Да, да, да. На что готов пойти ради роли? На все. А, ты хочешь предложить? Ты музыку слушаешь? Да. Какие любимые группы? Chame, Smoker, Boombox. Ну, в общем, я меломан, на самом деле. Я люблю Один в каное. Это, ну, а, вот, сейчас, Улгадал, да? Наконец-то, да? Драгнабридно, да. Не, в общем, это, Латекс, Фауна. В общем, ну, целый набор просто, вот, ну, в общем, я большой меломан. На концерты ты ходишь? На концерты? Крайне редко вчера на Маруф был. А есть один исполнитель, Гару, которому я пытался 7 раз попасть на концерт. И? Не разумею. Почему? Ну, просто такой невероятный, огромный вал этих скоплений обстоятельств. И это уже даже стало, ну, таким челленджем. Я даже в один момент подумал, фах, пора просто, ну, взять... Взять и пойти. Не, не, ну, открыть, ну, его концертный лист и просто полететь туда, где он будет, там, завтра, послезавтра выступать, чтобы закрыть этот гешталь. А он раз и заболел. Просто этот мир слишком маленький для вас с горок. Просто это такой, такой был, ну, это, вот, пока что, это почему-то недосягаемый этот. Самый тяжелый съемочный день? О-о-о. Их было много. Например, когда мы снимали там крайние сцены, крайние смены в крутое 19-18. Это было декабрь, натура, снег по колено. И, ну, причем днем под солнцем растаял, слякать к ночи. Замерк. Да, там еще и, я же говорю, это была крайняя смена. И там она длилась, потому что, ну, это и мои друзья, продюсеры, и режиссер, поэтому это было довольно легко договориться для них. Ну, я понимал, что это надо для дела. И смена что-то у нас длилась что-то около, там, часов 16-18. Ну, то есть, и вот я помню, что под финал мы уже не просто падали. Ну, то есть, это было очень-очень тяжело. Или, например, когда мы там снимали для славного известного сериала, значит, один из сезонов, один из первых. И у нас там были диванчики, ну, типа, на которых мы там, это этот, ну, так и назывались, съемочный день, диванчики, то есть, там, что-то, какие-то сцены там, подводка к сценам. И первые два сезона мы снимали вообще в частном доме, где, ну, много комнат, и эти комнаты были разбиты на локации персонажей. Вот, и это было, вот это было, там, то есть, определенный там месяц, там, 53 градуса температура. Естественно, все зашторено, закупорено, чтобы звук чисто выписать. И плюс, там, пару киловатт света. И плюс еще, там, чем 20 съемочной группы в музыку. Плюс сидел. То есть, ну, реально, моя партнерша потеряла сознание один раз. Ну, ну, просто реально, у тебя плавленый сырок в голове ты, ну, то есть, а при этом у тебя объемы, там, ну, вот такие монологии, ты просто, ну, и это же надо не просто пересказать, это надо сделать, это надо сделать, то есть, это надо, ну, правильно так ввести в контексте этого персонажа и так далее. Сложно в ситконе сниматься? Да, конечно. Это сложно по одной простопречению. Шутить, это очень сложно. Ну, там же все прописано, в принципе. Ну, да и дело. Не, он импровизирует. Ну, вообще, вообще, да, и это, как говорили ребята-авторы, это стало залогом того, что мой персонаж стал таким, ну, довольно узнаваемым, и, ну, и, собственно, они говорили, вот на твоего персонажа проще всего писать, и на, так уже ты проиграл, вот же. Сейчас смотри, надо пальцы макнуть в краску, вот картину продали. Ну, вот, поэтому, как бы, ну, и это, это чрезвычайно сложно. И, кстати, потом они даже разлинились, гады такие. Их же начали просто там, если раньше там расписывали, ну, там, да, да, а тут там ответ, Андрей, оценка. Думаю, я говорю, ребята, а вы ничего там, не послабились? Что-то пропустили, я смотрю. Ну, да, типа, типа, ну, понятно уже, что можешь там, что-то набросить своего. Сколько я буду вашу работу выполнять? Ну, это все такое. Ну, там уже есть персонаж, да, когда есть персонаж, на него проще. Ну, да, но в Тулджееве всегда есть, этот, и палка, и два конца. Прямо наша с вами компания, палка и два конца. Самая критая шапка, на которой был? Не моя шапка, это была шапка... Какие на кое-что сказал? Остановитесь! Мне очень нравится, когда, вот, скажи, шены в миру взмовлятых критик, ну, нахиба-то, как азатык, ну, нахиба. Недрая шапка? Да, не моя, это был, опять же, там, мой друг Суджиков Дима, он заканчивал, закончился проект в квартале, и они делали, ну, не так, что шапку всего проекта, и, там, главных героев. Вот это было... В общем, кстати, умеете реально, ну, вот, водители, чтобы вы понимали, уже лет по 20 с ними. Ну, то есть, это такой закрытый клуб, где... Семья. Все, да, внутреннее. Да, да. Что должно произойти, чтобы тебе перестало быть интересно заниматься тем, чем ты занимаешься? Должны закончиться талантовые люди, и мир, по сути, погрязнет во лжи и чушь. Когда последний разобрался? Наверное, месяца два назад. Ты вообще конфликтный человек, тебе легко вывести себя? Потому что я уже часто... И так, и так. В мюансах тебе удалось поздравить. Нет, на самом деле, я... Меня, ну, меня очень... Ну, очень легко вывести себя чем-то намеренным. То есть, я могу простить глупость, подлость, пошлость. Ну, не подлость, ну, в смысле, пошлость, глупость, какую-то, ну, то есть... Ну, вот, когда я понимаю, что человек что-то сделал именно намеренно, осознавая, вот это меня, ну, как бы... Или когда человек делает вид, что не понимает, и продолжает делать то, на что ты обращаешь его внимание, как бы, не задавай глупые вопросы, да, например. Или перестань бить ногой под столом. Например. Или перестань бить электричеством. Ну, да, это же простые вопросы. Понятно. Так вот. Последнее, за что просил прощения? За то, что вспылил и немножко был раздраженный, когда говорил с родителями. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Нет, это чушь. Где самые красивые девушки? Только в Украине. Кого любишь больше всех на свете? Себя? Не буду лгать. Назови одну страну и один город, в котором должен побывать каждый. Страна Америка. Один город только, да? Да. Это Нью-Йорк и Истамбул. Почему? Ну, потому что это... Что тебе в этом нравится? В Нью-Йорке или Истамбуле? Нет, в Нью-Йорк и Истамбуле. А, в Нью-Йорк и Истамбуле. Ну, Нью-Йорк это просто отдельное государство. И это действительно, и это была моя мечта с детства. Именно увидеть Нью-Йорк. Мои друзья сделали мне этот подарок на 35 лет. Они подарили мне поездку в Америку. С ними мы были в Америке. Ну, в смысле, прилетели сразу в Нью-Йорк. На новогодние каникулы. И потом... Причем потом мы там день в Нью-Йорке. Потом сели на круизный лайнер. И отправились две недели по тур по Карибским островам. Это вообще страшная вещь. И потом, значит, еще вернулись. И еще полторы недели были в Нью-Йорке. То есть это... Ну, это просто такой город, в котором сконцентрировали такой набор совершенно разных, интереснейших и картин, и картинок, и звуков, и всего, что вот любой человек там как бы находит что-то для себя интересное. И, кстати, он не такой, как это, сумасшедший, ломящийся, как кажется, или как снимают. То есть он такой, какой ты. Вот тебе, ну... Бежали бегут. Да, абсолютно верно. Вот бегут, и ты сразу видишь, кто... Кто бежит. Кто-то торопится. Это все. Ну, то есть вот это вот. А ты не спешишь, и ты видишь тоже люди. А, вот тут чилл-аут. Все норм, все гул. И там... А самое главное, конечно, в Америке, меня впечатляет то, что это действительно люди, которые не стараются не быть под властным негативным эмоциям. И там кто-то говорит, вот эти лживые улыбки. Я считаю, лучше лживая улыбка, чем открытая улыбка. Вот и все. А Стамбул, это просто самый любимый еще мой город. Потому что в этом городе интересно в компании от одного человека. То есть вот даже ты... Ты тогда можешь показать город? Нет, нет, нет. Я, кстати, так и познакомился с Стамбулом. Я полетел сам, и, ну, я такого впечатления набрался. И вообще, я вот обожаю это. Самые невероятные деньги, которые ты зарабатывал за один раз, это было кино, сериал? Это был сериал. Я помню, что я вышел у меня в двух руках пачки денег. Ну, вот так вот в полном объеме. Я, кстати, тогда блатанул и полетел в Ялту. Снял себе самую, ну, такую дорогущую до безумия трехкомнатную квартиру прямо на набережной. И потом мы там с друзьями провели, ну, просто потрясающих полторы недели. Мы по всему Крыму, вау, там, ну, отдыхали красиво очень. Что самое нужное я купил за время карьеры на заработные деньги? Самое нужное? Я за квартиру, машину, да, часы. У меня есть один друг, не буду говорить, актер, о чем неизвестно, тоже. Он когда-то, значит, там, за большой проект аккордно получал, половину в начале проекта и, там, вторую половину в конце. И вот в конце проект он там получает, ну, сумку. Ну, да, сумку, практически, да, сумку. И он говорит, ну... Сейчас ли как-то перестань действовать, он успокоится. Да-да-да. Ну, ты, перестань делиться диагностями. И он, значит, говорит, ну, и так как-то мы, говорит, ну, кутили, гуляли. В общем, так прошло где-то неделька, говорит, и единственное, что я помню, до утра я просыпаюсь, понимаю, что у меня в кармане осталось 500 гривен, сумки нет, она вся истрачена, и на руках часы. Вот все, что он заработал. Я могу уже купить себе, наверное, квартиры, я подсчитал как-то, около 4 или 5 квартир. Но я живу... Собираешь? Нет, я просто живу сегодняшним днем, я довольно безалаберен в этом смысле. Но часы есть, Саша. Ну, они же крайне. Как должна сложиться карьера, чтобы вы сказали, жизнь прожитая, не зря? А я это говорю каждый день. Лучший город Украины? Киев. Одесса. Львов. Вы хорошо, что выключила вовремя электричество. Не, на обратность он нажимает. Да. Лучший сейф, который тебе когда-либо давали. Сейчас скажу, сейчас я правильно сформулирую, как там было, дословно. А ты думал, не надейся, делай только так, как считаешь нужным. Все, если не можешь делать так, как считаешь нужным, тогда не сипайся. Это хоку? Это, возможно, чуть-чуть из контекста вырвано, но... Суть есть. Суть есть. За что последний раз было стыдно? Последний раз было стыдно за... У меня просто мне уже лет пять. Помогать, ну, женщина, Лариса, убираться там. Ну, вообще, она домохозяйка моя. Ну, то есть, она следит за всем. Домоправительница? Да. Нет, она домохозяйка, потому что, то, где у меня лежит... Или бабочка. Ну, то есть, я... И как они отличаются? Это правда. Я был уверен, когда думаю, блин, где-то опять потерял эту... Ну, то купил там зимнюю куртку, классную, все, где-то потерял. Ну, ладно, потом купил еще одну, и как-то это... Прихожу, она говорит, а зачем еще одну? Она говорит, так это уж потерял. Она говорит, как? Вот же. Просто вот две отодвигает, она там. Я говорю, как вы это делаете? Уличная магия. Да. Так вот, мне стыдно за последний раз, потому что она приходила не так давно. Ну, а я там немного на беспорядке, у меня было неудобно. Я думаю, вот это она увидит, расстроится. Но она крепкая, очень, очень крепкий, эмоционально крепкий человек. И я ей за это безумно благодарю. Ну, уже пять лет с тобой она столько тренирована. О, да. Когда последний раз обманывал? Сегодня. О чем мечтаешь? То, чтобы завоевать весь мир. Наши мечты конкуренты. Нет, ну я-то как бы... Но другими методами. Да, при этом никого как бы не угнетаю. Не угнетаю, спасибо. Так, Леша, ты с нами до конца на фестивале? До закрытия? Нет, я сегодня смотрю картину и в ночь уезжаю, потому что завтра у меня пробы, завтра у меня еще два интервью и фото... Ну, вот это... И фотосет. Фотосет, да. То есть на закрытии мы тебя не увидим? Да, я постараюсь, но, кстати, вот, кстати, я ни разу не был на Одесском кинофестивале на закрытии. И, вероятно, я сломаю эту традицию. Правильно. И это будет правильно. Мы тебя ждем в крутых работ, крутых сценариях, крутых режиссеров. Ждем премьеры «Черный Ворон». Ждем в сервере фильме «Черный Ворон» и ждем тебя на закрытии кинофестиваля. Спасибо тебе большое. Ну и, естественно, у нас в гостях. Спасибо огромное. До новых встреч. Пока. Спасибо. Было круто. Мьюзик. Make some people. Только начни HD. Спасибо. Спасибо. Спасибо.